Жители Табалова встретили нас на въезде в деревню. Многие проблемы были налицо. И первая стоящая у дороги колонка, где машины ДРСУ заправляются водой. В течение семи лет власти обещают ее убрать. Каждый день здесь стоят две-три машины. Разворачиваются, они проезжают вдоль дороги. Вы представляете, что такое заправленная водой машина, из которой постоянно что-то льется? Вследствие чего остатки асфальта уже трудно назвать дорогой. Машины движутся с минимальной скоростью пешеходам и вовсе приходится надевать резиновые сапоги. А после ремонта водопровода дорога в некоторых местах провалилась. Кроме того, новые соседи, а рядом с Табалова началось жилищное строительство, также пользуются деревенской дорогой. Машины бетономешалки разворачиваются в центре дороги. Стоят машины с цементом отстойники ночью. Также у этих артистов ночью идет работа, строительство. Они беспокоят жителей деревни Табалова. Мы живем, как говорится, в городе и находимся, знаете, здесь только лошадь и телегу, наверное, нужно. В кипе документов собранной старости за последние годы одни обещания. В них жители Табалова уже не верят. Ведь, согласно документам, их деревня давно газифицирована. Мы намеренно приехали в Табалово под вечер, чтобы убедиться, в темное время суток здесь царит полный мрак. Уважаемый господин Усков, каждый год вы собираете старость деревни по Ленинскому району. Вы тлялись и божились, что в деревне Дыдылдина и Табалова будут освещение. У нас седьмой год стоят столбы, готовые новые столбы. Но они почему-то до сих пор не подключены. Дорога привела нас к местной достопримечательности, а именно к мусорке. Правда, к самим контейнерам мы подойти не решились. Просто они были технически подготовлены. Но если мы могли позволить себе не приближаться к мусорным контейнерам, то что же делать местным жителям? Мусор-то надо выносить. Разве что научиться летать. Татьяна Брылова, Алексей Лин, Елена Кошлева, Видное ТВ.